МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в программе Чисто Ньюс. Коротко о главном. Мэр Харькова Геннадий Кернес в целях собственной безопасности пересел с велосипеда на бронесипед. В украинские погранвойска призывают патриотично настроенных животных. Летний сезон в Крыму начался. Российские солдаты неплохо загорели. Регионы не сдаются. Сын Сергея Арбузова готов защищать честь отца с оружием в руках. А теперь об этих и других новостях более подробно. Вчера состоялась очередная, уже третья пресс-конференция Виктора Федоровича Януковича, где он ответил на вопросы западных информагентств. Эта конференция мало чем отличалась от предыдущих двух. Единственное, на что мы обратили внимание, в этот раз Виктор Федорович использовал наушники. Это объясняет, почему речь господина Януковича была более внятной. Во время конференции на вопрос о потере Крыма Виктор Янукович заявил, что это трагедия для Украины, и при его власти такого бы не произошло. Отдать такую территорию совершенно бесплатно – это действительно трагедия, добавил он. После этого он с серьезным вином заявил, что обязательно поговорит с Владимиром Путиным, чтобы тот вернул Крым Украине. Судя по всему, Виктор Федорович хоть и живой, но чувствует себя неважно. А новые власти Украины продолжают доказывать, что страна легко может обходиться без Януковича. К примеру, Януковича в Киеве уже нет, а кортежи снова есть. Несколько бронированных автомобилей везли исполняющую обязанности президента Турчинова и министра внутренних дел Авакова по перекрытым улицам Киева, при этом скорость кортежа местами доходила до 180 км в час. А по этому поводу Арсен Аваков заявил, да, мы ехали в кортежи, да, мы нарушали правила, но вы даже не представляете, как нам при этом было стыдно. А Александр Турчинов добавил, в отличие от кортежа Януковича, наш кортеж двигался в сторону Европы. Больше журналистам у Турчинова и Авакова ничего выяснить не удалось, потому что очень тяжело бежать с камерой и микрофоном за кортежем, движущимся на скорости 180 км в час. Премьер-министр Арсений Яценюк по этому поводу заявил, я сподіваюсь, что це останній сюжет, який я побачив по засобах масовой информации про пересування з кортежами. Идея хорошая, но непонятно, что Арсений Петрович имел в виду – запретить кортежи или запретить СМИ их показывать. Вчера, 2 апреля, Министерство юстиции США выдвинуло официальное обвинение украинскому олигарху Дмитрию Фиртышу. Судя по всему, ближайшие 20 лет Дмитрий Васильевич будет жить в Америке совершенно бесплатно. На вопрос Украины о том, как быть с финансами, которые Фиртыш вывезли из страны, власти США ответили, что не стоит волноваться, в этом сложном деле они разберутся сами. Деньги Фиртыша в надежных руках. С другим новостям. Украинская гривна стабилизировалась. По состоянию на 2 апреля курс гривны остался прежним, потому что в Нацбанке кто-то украл лестницу, по которой работники поднимались к стенду и меняли цифры. Еще одна хорошая новость. В связи с переводом часов на летнее время, в понедельник украинские чиновники воровали на 1 час меньше. Верховная Рада Украины сделала еще один маленький шаг к демократии. Для того, чтобы при голосовании искоренить кнопкодавство, ну, когда один депутат голосует сразу за нескольких коллег, был одобрен закон о введении сенсорной кнопки, который сможет голосовать только ее хозяин. За этот закон проголосовало 243 депутата из 150 присутствующих в зале. Налоговая служба Украины продолжает кампанию по декларированию доходов граждан за 2013 год. Из известных нам лиц на первом месте пока премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк, который не понял фишку и задекларировал все, что у него было. Доход в 2 миллиона гривен и автомобиль Мерседес. Это объясняет, почему он не идет в президенты. Взнос на участие в выборах составляет 2,5 миллиона гривен. А Мерседес Арсений Петрович, видимо, пожалел. Чуть хитрее оказался кандидат в президенты Олег Ляшко. Он на втором месте с доходом в целых 196 тысяч гривен. На вопрос, как при таком доходе он накопил 2,5 миллиона, Олег Валерьевич заявил, что у него есть еще и участок в один гектар, и многозначительно показал вилы. Ну, а на третьем месте, по честности, Юлия Владимировна Тимошенко. Несмотря на то, что весь прошлый год она не особо трудилась, в декларации числятся целых 180 тысяч гривен. А в графе источник дохода она указала картишку. Но и с учетом этих денег ей все равно немного не хватало до 2,5 миллионов. Возможно, это главная причина, почему Тимошенко рассталась со своей любимой косой. Пожелаем ей удачи на выборах, и мы ничуть не сомневаемся, что если Юлия Владимировна станет президентом, она без проблем эти деньги отобьет. Кандидат в президенты от партии регионов Михаил Дорфин рассчитывает на серьезную поддержку во всех регионах Украины. Для этого он помимо уже известной футболки сделал еще одну не менее яркую. А вообще, что касается его избирательной кампании, то в целях экономии партия регионов решила не печатать новые блокады, а просто вставить лицо Михаила Добкина в старые. Михаил Маркович по-прежнему под домашним арестом, но уже озвучил суть своей предвыборной программы. Это федерализация страны, вступление в таможенный союз, русский язык второй государственный. В общем, это те же пункты, по которым на него и завели, собственно, уголовные дела. Виталий Кличко, отказавшийся от выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы, решил идти на выборы мэра Киева. Он уже выдвигал свою кандидатуру на этот пост, но тогда чемпионский пояс достался бесспорному лидеру гонки Леониду Черновецку. Главным своим козырем Виталий считает твердый характер, настойчивость и умение никогда не сдаваться, что еще раз доказал при беседе с Александром Турчиновым. Что касается вашей пропозиции повторного заседания или расширенного заседания, я проанализую прямое решение. То есть решение не принято. То есть, Виталий Владимирович, нужно принимать информацию с первого раза. То есть решение не принято. То есть, Виталий Владимирович, нужно принимать информацию с первого раза. То есть решение не принято. То есть, Виталий Владимирович, нужно принимать информацию с первого раза. От героев сегодняшних перейдем к героям вчерашним. Представленный в средствах массовой информации образ жизни бывшего президента Украины обрастает новыми фактами. Эксперты из службы безопасности установили, что всем известный золотой батон, который был найден в его резиденции, который мы видим сейчас на фото, это вовсе не предмет роскоши. Просто Виктор Янукович обладал очень редким даром. Все, к чему он прикасался, сразу превращалось в золото. А сейчас мы это докажем. Внимание, обратите внимание на фото гантели, которыми он занимался. Пеньки, по которым он прыгал. И женщина, которую он... В общем, женщина, которую он... Причем установили, что для того, чтобы превратить какой-то предмет в золото, Виктору Федоровичу не обязательно было касаться его именно рукой. АПЛОДИСМЕНТЫ Однако не все богатства Межигория удалось сохранить не тронут. Правый сектор официально подтвердил, что их лидер Дмитрий Ярыш в целях безопасности пользуется бронированной машиной Януковича. Нам также стало известно, что в целях укрепления здоровья он пользуется бассейном Януковича. АПЛОДИСМЕНТЫ И в целях экономии деньги на Януковичах. По заявлению Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, они не намерены больше закрывать глаза на незаконные действия лиц, прикрывающихся революцией на Майдане. Первым пострадал свободовец, актер Богдан Бенюк. За дебош в здании Первого национального канала украинского националиста приговорили к двум дням ношения обидного для него костюма. Также полным ходом идет разоружение незаконных формирований. МВД Украины с 1 по 30 апреля объявила месячник добровольной сдачи оружия. Первыми на эту акцию откликнулись представители того же правого сектора и абсолютно добровольно сдали все оружие, которое у них было. Также свое личное оружие сдал и Арсений Яценюк. Арсений Яценюк, вот тот пистолет, из которого он чуть не получил пулю в лоб. Против пройти к серьезным новостям. На связи наш постоянный эмко-испангент Артем. Артем, расскажите, какой сюрприз вы приготовили сегодня? Наконец-то в нашей стране полная свобода слова. И пользуясь этим, я бы хотел спросить у Майдана, каким именно одним словом можно описать старую власть? Ну, одним словом, сколько можно? Ужас. Бандиты в власти были. Бандиты. Спаса банда и все. Банда. Чистой воды. Банду гейти. Бандитизм, коррупция, свавиля, жах просто. Это четыре слова. Прошу. Одинное слово? Ну, дебила. Гады. Дураки. Это плохие дяди. Я такое даже не хочу говорить, то, что я думаю. Искричное слово, это коррупция. А вы запикаете? Да. Отлично. Пи***ц. Пой полный пи***ц. Я не буду воржаться. Х-ня. Ого, но власть была. Я поддерживаю ее. Власть поддерживаешь? Не, не, не. Братанов. Одинное слово. Семья, конечно, называется. Ну что ж, вот мы и услышали, что о представителях старой власти думает украинский народ. Я надеюсь, что этот сюжет увидят представители новой власти и сделают все возможное, чтобы через пару лет люди не говорили эти же слова о них. Студия. Спасибо, Артем. Я хотел сказать спасибо прошлой власти, но передумал, судя по всему, незачем. Теперь новость из Москвы. Вчера в ЦУМе Владимир Путин долго выбирал, какой галстук купить. Зеленый или синий. Все-таки выбрал синий. Сразу же в адрес лидера России поступило письмо с одобрением его выборов. Подписанное такими деятелями искусства, как Безруков, Табаков, Капсов и Валерий. А группа Любе уже приступила к работе над альбомом «Синий, значит, русский». На этой неделе состоялось неформальное заседание Совета безопасности ООН по Крыму. Однако российская страна в заседании участия не принимала. Как заявил постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин, ничего нового я на этом заседании не услышу. Все это пропагандистское шоу. К тому же у меня в 11 электрофорез. Тем временем в Крыму миграционная служба существенно усложнила процесс получения российского паспорта жителями полуострова. Теперь паспорта будут выдавать только людям на вид старше 16 лет и не более двух паспортов в руки. В средствах массовой информации в интернете продолжают обсуждать нового прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Как считают многие, ни внешность, ни возраст Натальи не соответствуют должности, которую она занимает. В сети без труда можно найти ее многочисленные портреты в стиле аниме. А обаянием прокурорша заинтересовалась даже редакция журнала «Плейбой» и упорно предлагает Наталье принять участие в откровенной фотосессии. Справедливости ради хочу заметить, что даже генеральный прокурор Пшонка за всю свою карьеру только однажды попал на обложку журнала, и то это был журнал садоводства. Однако сама Наталья Поклонская требует прекратить называть ее няшей. С ее слов, она в первую очередь серьезный чиновник, настолько серьезный, что ей уже выделили отдельный служебный автомобиль. А к тому же, как заявила Наталья Поклонская, она не самый молодой политик в Крыму. А взять хотя бы министра сельского хозяйства Крыма. А вот. Да, и начальника Крымавтодора. Новости спорта в «Чисто Ньюз». И мы по традиции переходим к нашему хит-параду сомнительных спортивных достижений. Сегодня мы решили его посвятить представителям самой сложной профессии в спорте. Ведь когда вся страна сидит у телевизоров с пивком и рыбкой, эти ребята находятся на рабочем месте с пивком и рыбкой. В общем, речь сегодня пойдет о футбольных комментаторах. Итак, на третьем месте комментатор матча с участием Златана Ибрагимовича, которому очень повезло, что Златан не понимает русского языка. А ну-ка покажи нам пару новых идей, парень Ибрагей. Он не гей, он и брат. На втором месте комментатор очень зрелищного матча. А нигерец Асэ не отличился? Ой-ой-ой-ой. Здесь надо помолчать. Ну, а побеждает сегодня настоящий мастер слова. Да еще какого слова. Спасибо победителям нашего хит-парада, которые доказали, что даже оставаясь за кадром, можно прославиться. Это были новости спорта и в завершении о погоде. Судя по тому, что на очередном заседании Дмитрия Медведева снова клонило в сон, завтра будет пасмурно и прохладно. На сегодня все. Мы хотим сказать, что сегодняшние наши с вами новости полностью зависят от того, что мы делали вчера. Так что в наших силах сделать завтрашние новости лучше. До встречи. Пока.